Сегодня у большинства россиян первый рабочий день после новогодних и рождественских праздников. Длительный отдых периодически необходим каждому человеку, но после отпуска зачастую бывает очень сложно влиться в рабочий процесс. Что делать, чтобы вернуться к делам без стресса для организма? Все мы стараемся как можно лучше провести время отпуска и длительных каникул. И чем интереснее проходят эти дни, тем сложнее затем настроиться на рабочий процесс. Казалось бы, после долгого отдыха мы должны браться за работу с двойным энтузиазмом и обновленными силами. Но на деле оказывается все гораздо сложнее. Мы поинтересовались у чебоксарцев, как они настраиваются на работу после праздников. Вчера и позавчера легла уже в 10-11 часов, а не как раньше в 12 в час. Пораньше чуть-чуть легла. Я очень рад этому дню. Потому что я увидел своих друзей, соскучился. Учеба тоже прошла легко. Я рад. Я делал с утра зарядку. Меня мама настраивала, говорила, чтобы у меня были хорошие отметки. В школе я старалась и думала о том, чтобы все было у меня хорошо. Я на каникулах не забывал про учебу. Я писал много диктантов и решал задачи по математике. Хотелось на работу. Устал отдыхать. Поэтому захотелось. Очень быстрее хотелось на работу. Я в отпуске. У меня пока продолжается праздник. Без никаких проблем. Встали, оделись, пошли. Счастливо. Просто заранее перестали отмечать. И спокойно пошли на работу. Мы хотим отдыхать. Да. Хорошо всегда привыкаешь. Быстро. За советом, как лучше настроиться на рабочий лад и справиться со всеми делами, мы обратились к психологу. Дело в том, что люди от природы все рождаются разные. Некоторые очень легко переключаются с одного вида деятельности на другой. И для них отдохнуть, а потом начать работу очень легко. А есть люди, которым для этого требуется гораздо больше времени. То есть они дольше выходят из любых процессов и дольше в них потом входят. Им труднее перейти к отдыху, тоже бывает, да, этим таким людям. И вот как раз бывает, что люди, которые легко переключаются, они приходят на работу, они полны сил. Они готовы свернуть горы, потому что они накопили этих сил. И там как раз конфликт встречается в таких ситуациях, когда они встречаются с людьми, которым нужно время, чтобы прийти к своему нормальному рабочему ритму. И в таких ситуациях нужно просто принять, что когда вы общаетесь в это время с людьми, нужно немножко снизить планку своих ожиданий. Понимая, что первая неделя, она для многих будет такой вот для раскачивания. А для тех же, кому трудно переключиться сразу с отдыха на работу, есть простая рекомендация. Делите дела на четыре части. Есть дела важные и срочные, которые нужно сделать необходимо прямо сейчас. Есть важные, но не срочные и так далее. И отложите то, что не важно, не срочно, но потом дай себе некоторую фору. И тогда у вас все получится.